Гарантии для инвесторов, льготы на питание, больше учебников для школ и меньше справок для предпринимателей. Об этом новые инициативы правительства. Сегодня прошло заседание о решениях коротко. Иностранные инвесторы, которые занимаются у нас сельским хозяйством, смогут поставлять больше овощей, фруктов и ягод на местный рынок. Сейчас обязательный экспорт не менее 90%, так в законе. Правительство предложило снизить планку, чтобы больше продукции оставалось в стране. Еще одна поправка касается гарантий по инвестдоговорам. Преференции, в том числе налоговые, предлагается продлить, если инвестор дополнительно вложил в развитие. Говорили и о привлечении новых инвестиций. В начале этой недели состоялся рабочий визит руководства правительства в Российскую Федерацию, в город Москва. Там на площадках ответственных министерств и ведомств мы обсуждали возможные корректировки инвестиционного законодательства. Речь идет о тех дополнительных предложениях, которые мы с вами наработали в начале этого года. В принципе, они получили одобрение и также удалось продвинуться в переговорах в части возможности привлечения инвестиций на территорию Приднестровья. Эта работа продолжается. Российские банки могут стать поручителями по соглашениям между Приднестровьем и инвесторами. Пока это планы. Льготы могут получить больше детей. Речь о питании в детсадах, школах, в том числе коррекционных, а также в вузах. Это предложение правительства. Речь идет о предоставлении льгот таким категориям детей, которые воспитываются родителями, инвалидами первой или второй группы. Таких детей в нашей республике 420. 19 детей защитников Приднестровской Молдавской республики. А также льгота будет предоставлена в случае поддержки данного законопроекта 725 детям, обучающимся в системе среднего профобразования в вузах нашей республики, которые осваивают образовательные программы дневной, очно-заочной, вечерней формы обучения. Цена вопроса почти 3 миллиона рублей. Законопроект направили в Верховный Совет. Суды не будут требовать справку из единого госреестра юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Сейчас она нужна, если юрлицо или ИП подает исковое заявление. Инициатива правительства – продолжение админреформы. В Минюсте отметили, в республике работает межведомственный электронный документооборот. Верховный и арбитражные суды уже им пользуются. Скоро подключат городские и районные суды. Документы можно запросить у госреестра в электронном виде. Инициативу рассмотрят в парламенте. Госпрограмма «Учебник на будущие пять лет». Правительство разработало проект. Это позволит обновлять фонд литературы и в дальнейшем. Аналогичная программа действует и сейчас. Печатают учебники молдавского, украинского языков, хрестоматии, книги по истории Приднестровья, переводы иностранных изданий. На новую программу запланировали 5 миллионов рублей.